Привет, Благовещенец! Сегодня я расскажу тебе... Сын звонит, сейчас, секундочку. Да? Мам, всё, у меня уроки кончились. Ты заберёшь меня? Да, никуда не уходи, я сейчас приеду. И поэтому необходимо запастись... Да, Данила. Мам, я кушать хочу, но не знаю, что делать. Ну, в холодильнике же суп есть. Разогрей его в микроволновке. Я показывала тебе как. Я не помню уже. Ира, ну где текст? Клиенты ещё вчера просили сценарный план сбросить. Сейчас всё будет, честное слово. Просто понимаешь, мой ребёнок... Извини, пожалуйста, а? Да, Данила. Мам, я не знаю, как уроки делать. Тут ничего не понятно. А можно чуть попозже текст дать? Ох, Ирина, так работать нельзя. И правда, в прошлом году из-за таких вот ситуаций я чуть была работы не лишилась. Так что к предстоящему учебному году я решила подготовиться основательно. Пусть теперь в рабочее время моим ребёнком профессионалы занимаются. Здравствуйте, а это у вас здесь группа продлённого дня? Да, всё верно. Господи, слава богу, мы пришли по адресу. Для меня это место просто находка. Во-первых, группа работает в две смены, а значит, я буду уверена, что моё чадо всегда под присмотром. Во-вторых, со школы педагоги его сами забирать будут и домашнее задание сделать помогут. А если пройденный в школе материал оказался непонятным, всё досконально объяснят. В-третьих, сыночек мой всегда будет сыт. Причём это будет не какой-то там перекус, а полноценный обед и полдник. Ну и в-четвёртых, до самого конца моего рабочего дня досуг моего ребёнка будет организован. И скучать ему точно не придётся. Что ни говори, а для будущего первоклассника переход из детского сада в школу – это стресс. И чтобы его адаптация в новых условиях прошла максимально безболезненно, к школьной скамье ребёнка нужно готовить заранее. А здесь ему точно помогут привить трудолюбие, любознательность и усидчивость. Потому что новая для детей информация преподносится понятно и не скучно. Того, глядишь, в школе дочка моей подруги ещё и отличницей станет. Ой, вы прям моя находка, ей-богу. Вот ещё бы выходные работали, и вообще цены бы вам не было. Сформирована группа выходного дня. Тут ребята могут посетить такие занятия, как школа экспериментов, путешествия вокруг света, шахматы, арт-студия. Также для удобства родителей есть подготовка к школе в выходной день. Ребята выходят домой с творческим настроением и работой. Кстати, адаптация к новым условиям необходима не только дошколятам, но и самым маленьким – тем, кто только собирается идти в детский сад. Для этого можно свою кроху приводить сюда всего на полдня. Так ему будет проще привыкнуть к новым условиям. Он научится взаимодействовать со своими сверстниками, а элементарные навыки самообслуживания разовьются быстрее. Странно, за весь день мой ребёнок ни разу не позвонил. Господи, наверное, что-то случилось. Алло, Данила, у тебя всё в порядке? Да, мам, всё хорошо. Мы уроки сделали, покушали, а сейчас на улицу пойдём. Ну вот и не звони мне тогда. Не отвлекай от работы свою маму, Ирину, дежурную по рубрике. Всё. Мам! Вообще-то это ты звонишь. Да. Кому-то кажется, в отпуск пора. Мам! Мам!